Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Это вот фонд рабочей академии. Другими учредителями выступили Союз рабочих Москвы, Объединение рабочих Нижнего Новгорода и Объединение рабочих Ленинград. То есть вот такая комбинация очень интересная, которая, как говорится, всех ставит в тупик деятелей. То есть представители, крупнейшие представители науки в лице Петровской академии науки и объединения рабочих, которые я назвал Ленинграда Москвы и Нижнего Новгорода. И мы пытались ее... Вот я занимался регистрацией, нас поддерживали товарищи из Думы, патриоты. И это было очень трудно. Это было в декабре 1994 года. Очень трудно, потому что люди и так говорили, а что это такое, что это за фонд рабочей академии, да так, так, так и так далее. Вот, ну, дескать, идите вы, раз это академия, обучением занимается, идите в Министерство образования. В Министерстве образования занимается образованием, а мы содействуем. Ну и долго мы прибирались, пока не придумал я формулу, что вот фонд содействия обучению рабочих. Дескать, ну вот, что такое непонятное, вот вы и рожаете, а мы вам можем помогать, но мы сами рожать-то не можем. Ну, вот так и здесь весь фонд рабочей академии, он содействует обучению рабочих. Он непосредственно обучением занимается не сам фонд, а тех же людей, которых он привлекает. В частности, в Красном университете у нас те люди, которые преподают, они не нуждаются в том, чтобы получать разрешение на преподавание, потому что все они преподаватели, и все имеют право, там, Иван Михайлович, Иван Михайлович, доцент. Да, там, скажем, Казенов, профессор, так сказать, университета и так далее, Голков, кандидат экономических наук. Вот такая ситуация. Значит, с того времени мы уже создали два университета, уже сам фонд рабочей академии, Красный университет фонд рабочей академии и университет рабочих корреспондентов, которые у нас на Очаковской заседают. И они успешно работают. Ну и вот, поэтому появление здесь Леонида Александровича, который является основателем Петровской академии наук и искусств, и в этом смысле одним из учредителей нашего фонда рабочей академии, является специальным не случайным. Он интерес большой, проявлял всегда к этому вопросу. И это интересует и выразить о том, что он сегодня, так сказать, поучаствовал в нашем субботнике, посадил дубами расти, принял участие в нашей общей работе и присутствует у нас на конкретном собрании. Так что вот такие дела. Так что вот, просьба иметь это в виду. Леонид Александрович, спасибо вам большое. Да вам спасибо, что привозили. И очень хорошо. Ваня, найди, бестечки. Вот, собственно, это вот то сообщение, которое я хотел бы сделать. А Юра, который прибыл от Красного ТВ, и все помнят, что он один из участников событий в Луганской области. Не только в Луганской, в Луганской области. Понял. Вот это неправильно. Является одним из участников антифашистской борьбы на востоке Украины. Поэтому я хочу предоставить ему это слово. У меня вопрос. Да. Хотелось бы услышать о Леониде Александровича по поводу Ангарии. Вот он, создатель вот этого комплекса. Было бы мне приятно послушать, прислушать его способы, как мы разносили, как мы, в общем, передать. Да, Леонид Александрович, один из разработчиков наших ракет, и нашим ракетным комплексом, и расчетчиком, и траектории, и так далее. Так что он большой специалист. Один из крупнейших в стране. Один из создателей нашего ракетно-ядерного щита. Спасибо за слово. Юрий, сейчас еще, Юрий Александрович, ответит на вопрос. Юрий, я. Я ответил на вопрос, Юрий Александрович. Потом перейдем. Спасибо. Здесь, как мы видим, что мы создали системы противороконной бороны, как американцы. Когда американцы заедут, что не пробуют создавать, как раз, пока осталось, что мы получили стикеру, а вымножаются, разобрались, что вымножаются, и следует возможность призывания крови. Спасибо. У меня первая работа была по маневру головных сетей, в средстве измерения крови. Первая работа в стране. И меня за счет этой работы выточки сюда, потому что кадром не было, готово. Выточка сюда, и я киспет посвящен, вообще создание сатаны. Я ракеты, знаете, которые, облик сатаны, мы наручные обосновали. После этого, когда уже принята была концепция преодоления крови в стране, делать было нечего там, я занесся проблемами оперативное применение ракетных войск соответствующего назначения. Раньше, после начала войны, только через две недели срок был готовности ракетной войск к пуску. А за две недели ничего не останется. Поэтому я предложил методы ускоренного расчета полетных заданий на борту ракеты. Доложили Толупко, что я могу это сделать. Он дал мне все. 60 человек лучших людей России дал. Технику все. За три года он был в натуре создать систему управления при давлении оперативно-управления ракетной войск. Мы создали. За это я получил ГАЗ-премию. Я управлен сам, поэтому по управлению делать было нечего уже. Все проблемы решены были главными. Я занялся проблемами носителей. Я механик по образованию, поэтому носителями занялся. Оказалось, что у нас 7 носителей типа носителей в стране для вывода космической выводы. Разъявление страны полное идет. Потому что, сам понимаете, это многотысячный коллектив и все прочее. Перед этим Королёв пытался создать носители на 130 тонн. Завалили систему из-за того, что двигатели пересекают струи и взрыв происходит взрыв ракеты. Трудно было решить проблему ухода от пересечения струй двигателей. А струя, когда пересекается, обратно волна запирает дверь, и взрыв происходит. Я занялся этой проблемой. И придумывал стопную носитель, как платформа выведения. На платформе выведения ставятся баки 100 тонн, сколько нужно, а двигатели единые для всей системы. И запускают сразу во время пуска все и работают все. Это позволяет выводить до 300-400 тонн полезной нагрузкой в космос. На меня обрушилась такая, то есть и носитель мог выносить и до 20 тонн, и до 300-400 тонн. Обрушилась на меня волна этих разработчиков. Здравствуйте. Носителей разных калибров. Меня чуть не упрятали в Сумасшаде. Это у первого этого класса меня отрывали. Решением поставили правительство КАЭС АВМИНа. Мне дали 5 миллионов и 3 года на завершение исследовали по этой теме. Ну и сделал, еще сдал ну и теперь в воле судьбы я ушел и работать не прекратил. Спустя 25 лет. Воскресил решили эту систему внедрить. Ну без меня уже и упоминаний нет моей фамилии нигде. Вот Ангара это и есть мой носитель, который в 2 яруса на горе уже проявит, пусть в 3 ярус сделает все. Ну вот здесь и тот предназначный. Я не знаю, как поступить. Воровство это в чистом виде на государственном уровне. Не знаю, как поступить. Ну, Бог с ним. Важно, что моя идея живет и работает. Эта идея позволяет обеспечить на 100 лет развитие ракет-носителей. Других вариантов развития нет. Почему? Потому что вы знаете, что вы видели там, где мы у вас схемы с баками друг на друга. Значит, вертикально 100 метров на ракет с баками раздавляют нижние. поэтому ограничены 3-4 ступеней. Самое, что пакет в пакет то же самое там двете импульска и больше трех пакет не получается устроить. А тут можно 100 баков поставить на платформу и, пожалуйста, выводить от платформы от баков питаются все двети и сразу пуск идёт нормально. Нормально. И свободно упаковка дветей. То есть развесить двети можно по платформе так, чтобы они не пересекались никогда. Когда я вышел с этим проектом мне заявили, что газовые исследования непроведенные всё взорвётся. Новосибирский академик взялся провести однокленно-натурные испытания газовых строй. Оказалось, что прескопку никогда не пересекут на строй. То есть поэтому пусть 25 лет от гора полетела в космос. Сначала на 14 тонн, а сейчас делают на 30 тонн верстают упаковки такие. Вот такие пироги. Ну, вот это последняя работа моё вооружённых сил. После этого я ушёл, работал в ОГУ профессором, потом лектором крестьянского университета. Дело из крестьянского университета так сложилось. Когда в Академию у нас регистрировано, какого-то бывшего представителя угосп Ильяна был спокойно, что Алина Александрович, помоги мне, у меня кадров нет, у меня в сельскохозяйстве работают только 36% с высшим образованием, остальные без образования. учителей 50% не хватает в области, а врачей 60% в области не хватает. Даже в Логе, где я потом показал, что половина мужиков без зубов. Стоматологи, кабинетов не было в Логе в то время. Я говорю, хорошую неделю подумаю, что надо сделать. Мы, говорят, 25 миллионов каждый год выделяем в город, а девочки выходят замуж парней отказывать через армию, через что-то. и не в область почти возвращался 1-2% людей. Пустая трата денег. Ну, я, значит, обратился к Толстому. Толстой образовал школу и в первом классе я учил детей, сам лично учил, а потом отдавал другим учителям. И он сказал, вот этих умных ребятишек сельских учить в университетах на лаптях, то есть в деревне. Это подтолкнуло меня на идею создания далеких деревень от Питера вузов, чтобы не было давления вузов питерских. Значит, первый набор я, значит, весь человек набрал на факультет технологии сельскохозяйства, педагогической, вот, педагогу, я так сказать, педагогическую, значит, Значит, и она пошла по пути, анализа, ну, я в вузах работаю, в вузах работаю в 63-м году, то есть опыт громадный, я понимал, понимал, почему дети в последних 10-м, 11-м, плохо учатся, плохо учатся, на доверие взрослых ребят, уже на доемен на эти уроки, вопросы, ответы, и я принял решение, 100 человек набрать после 9-летки, университет, может и без аттестата, с условием, что через два года они сдадут эксермент до 11-го класса и дальше получат нормальный диплом. Для меня получился весь лучший ряд, что лучших ребят я забрал со школы, отлинщиков забрал. Оказалось, правильный выбор. Через год анализа в скорости показала, 9-классники на 40% ребят больше отлинщиков их, чем 11-классников. То есть не хору дали 11-классникам эти ребят. Это, кстати, сигнал для перестройки школьного образования, но там непродалимое. Надо на 10-11-х часах ребятам лекции проводить, семинары, как в УЗИ, ближе, и они неиспочены еще учатся, как профессор московский читал его лекции и говорит, говорили о зарплате после недельных лекций. Сказал, я не беру зарплату, я впервые в жизни увидел эти глаза, которые ловят каждое мое слово. Действительно, так и было. 4 года я был лектором, потом мне сказали, самопедемстанция меня выживала, я медфакультет открыл, сделали все, чтобы закрыл ее все. Страховали меня на 2,5 миллиона три раза, я потом сдал приказ по университету, за нарушение пришли, лампочка загорела, где-то все, штраф, или туалет, про детку прошло. Я приказал уставить зарплату 1 рубль, если, или ректору, 1 рубль, пришли очередной раз, я говорю, можно заплатить все, а у вас такие деньги с собой? Есть у меня такие деньги, вытащу трешницу копейками, я говорю, как это так? Идите вон, вы полагаете, приказ почитайте. Отстали, больше не приходили, но медфакультет закрыли. Я передал Новгорода ребят, самоталкиваях ребят, Новгород, там открыли медфакультет. И, кстати, мои, выписали, мои ученики, там, заняли, в 28 лет были заводделениями, это, в городе в 56 лет становится заводделением, а там 28 лет стали заводделением, то есть выучились ребята на четверых и пятерки, просто прекрасно. Сельские ребята умеют учиться, это я вам скажу, что и очень умные ребята. Но сейчас крестьянский университет сожрал Скворцов, глинный областной университет, присоединил их филиалом и убрал слово крестьянское. Я когда ездил в министерство образования, мне там замы министра образования говорят, «Глиний Александрович, не дай никому слово крестьянское убраться в университет, это единственное в России». Ну, он существует 25 лет уже, нормально, ребята учатся, разворчиво в университет, было, в филиале, в ТОС там было, филиал, в этом самом, еще где-то. А сейчас все растащили, идею, самое главное, растащили идею. Новый университет существует, слава Богу, и дай Бог им долгий, их лет жизни. Вот. Ну, академия, академия. Из самых замечательных таких вещей, вот, в 91-м году мы собрались, я прошел в университет, когда в 85-м году, меня затащил на собрание профессоров, которые говорили, что надо в России создавать академию науки, во всех республиках есть, в России нет. Ну, я послушал, ну, что это, создавайте, или что-то делайте, вот, пригласили на узкое собрание, предвидим, так сказать. вот, вот, я, посидел два часа, лозунги послушал, он, сверчевые лозунги говорит, давайте создадим, условия есть, закон позволяет, создадим академию науки, как, как, я говорю, позвоню, мэру города, тогда, в саде, Вадимир Яковлевичу, подарил, договорился, встретил, я решил вопрос, а как это, наберу трубку, позвоню, позвонил, так и так, вопрос, приходите, пришли, мы доложили, идею, мы говорим, так, сейчас я позвоню в Москву, создастся в Москву, с председателем Верховного Совета, и решили, что два человека должны подъехать, согласовать уставку, Воротников поддерживает идею, снизу создать академию, мы поехали в Москву, вот там, посидели целую субботу, целый день, согласовали все уставки академии, что она в академии науки, искусств будет, как при Петре, что она будет правоприемствовать, Петровская академия со всеми, Петр, ведь все науки, все знания были в одной академии, это очень важный вопрос, вот, и мы пошли по этому пути, ну, полгода меня не регистрировали, в конце концов, я приехал, говорю, отказ, пишите отказ, а что вы будете делать, пойду в Верховный суд сразу, ну, ладно, тогда сделаем, зарегистрировали, через два дня привезли, устав мне зарегистрировали, мы в Венград привезли, ну, перегистрировали, мы проходим вместо места, полгода, заморочки всякие, пытаются закрыть ее, Грызло, когда встал вопрос на Гордон, я должен, сказал, Майгороду не пускать на порог, Петровская академия, не пускать на порог, вот такое отношение у вас, ну, я поддержал Лукашенко много раз, много раз, последний раз, когда обрушился Лукашенко, гром молнии, по всей прессе, я Путин написал письмо, что, и это не без вашего ведома, уничтожает Лукашенко, зачем вы это делаете, это союзник, вы брата родной, прекратите, прекратили сразу же, через неделю из них все кончилось, по крупным делам, Донбасс я поддерживаю, я родом оттуда, шахтер, шахтерская рода, шахтерская семья, в доме я свой в шахте проработал, испугался, когда лаву садил, такой треск, как картириск, когда надо, когда садят лаву, на глубине 500 метров, там, под давлением, стойки, как спички ломаются, вот такие стойки деревянные, ломаются, как спички, труд шахтер очень тяжелый, вот самые мужественные люди, самые мужественные на свете люди, каждый день идут на смерть, заставил неизвестно, осыпется кровля или не осыпется, брат мой работал в шахте, он сказал, ты предатель ушел в армию, а я продолжу тродиться отца, вот, разграбанул, стойка выперла, и стойки хорошо в каске был, размножил, все в ломке, восстановился полез снова, второй раз ушел, славой, ушел в штрек, ну, вот, как метро, делать штрек, вот, вдвоем там работали, на парень, его говорит, слышишь, зашуршал, а то я гранулся, а там, Анатолий Александрович, только ноги торчат, песком засыпал сверху, я за ноги вытащил, и там же камень, глыба громадного тонн, я дрохнула туда, если бы мгновение, брата не было, то и шахта такая, ужасная, но шоферы ради хлеба идут и работают там, идут на смерть каждый день, каждый день до смерти, вот такие пироги, поэтому у меня шоферский характер, держусь, 25 лет академией руковожу, просился на прошлом следствии, чтобы заменили меня, не заменяют пока, ну, еще через год, я думаю, что я сам настаю, чтобы уже сил нет, уже 25 лет, это редкое явление, в академии, чтобы президентом был, один человек, я служил родине, отечеству, присяги, я не изменил, и не изменю, а мы присягали, раньше присяга была, вооружена сила, присягали народу, не правительство, не конституция, а народу присягали, вот так, а сейчас конституцию, какую-то присягали, которую можно заменить, и все к чертовой матери, так, да? Да, да, я служил Советский Союз, с ордену Леонидом, медалью Ленина, и орденом Красной Звезды, завес, испытания, Байконуре, ну, терротами называют, вот такие первые мои, похожи на список, весь, я служил, 18 лет, тройник, партии я, с 58-го года, скупил партии, КПСС, молодой, 18 лет исполнись, меня приняли в КПСС, как отличник, ну, все, тогда же, вот такая система была, был комсоровым отделением, до выпуска, в 57-го года, работаю с людьми, значит, служба лейтенантов в ракетных войсках, завес, назначение, на 63-й машине, начальника в электро-огневого движения, ну, потом, в 63-м году, забрали меня в ВОЗ, в 61-м году, поступил в аспиратуру, в кабинет в Украине, заочно, поэтому забрали ВОЗ, и я в 63-м году, в Возовской работе, срок большой уже, да? Ирина Александрович, а вот скажите, там подвиг совершали, когда была, самая война в Течне, там, а мы, мы тоже ведь Майбородом, герой с нас. Майбород много у нас, но я, я, мы ведь гранили. Мы не ваш родственник, да? Нет, нет. Кому вы же наградили героем. Нет, дело в том, что, дело в том, что у нас деревня, 5 тысяч долларов, 4 тысяч долларов, с вами Майборода. История такая, 33-го, кого-то приближенных хотел в город, у нас вот рубит царь-пёс, он отказался, и сбежал он на юг, он женился, хохлушки, родил 17 сыновей, вдвоём, и вот деревня, Майбород, вся деревня Майборода. Будете представить, если ты живешь, теперь, по-другому, по-другому, она называется, отличает по кличкам. Встречайте, пожалуйста, вы с какого года рождения? 57-го. 57-го? Да. Ну, старый уже, как-то, с 8-ми. Нет, еще не старый. 100 лет нету? Нету. Значит, не старый. Ну что, давайте послушаем теперь, товарища. Спасибо. Большое спасибо вам за выступление, за вашу работу, за ваш огромный труд, и самое главное, ваши такие огромные риски, которые вы допускали при различных режимах работы. Это жизнь, это жизнь, борьба, борьба за выживание была. Советская ремьба, и сейчас, сейчас война. Да, да, да. А, ну, гонки, это, да, да, да.